Ну и сегодня наши олимпийские ожидания были связаны с женской биатлонной спринтерской гонкой. К сожалению, нашим девушкам попасть на пьедестал не удалось, но желаем им удачи в воскресенье на гонке и преследовании. Ну а в стане российской сборной по фигурному катанию разрастается допинговый скандал. Он связан с юной Камилой Валиевой. С последними новостями из Пекина. Ольга Макей. 193 километра. Столько ежедневно преодолевают журналисты, чтобы добраться из Пекина до горного Джанзякоу. Для понимания, это как съездить на съемки из Минска в Могилев и вернуться обратно. Помогает скоростной поезд и все бы ничего, если бы не еще четыре автобусные пересадки в каждую сторону. Новая линия высокоскоростных поездов Пекин-Джанзякоу была специально построена для зимних Олимпийских игр. Она перевозит спортсменов на очень высоких скоростях из столицы в горы и обратно. Олимпийский поезд, включая эту станцию, является частью замкнутой системы безопасного пузыря. Но, несмотря на логистические трудности, биатлонный центр – любимый объект у репортеров. Микс-зоны, где есть возможность пообщаться со спортсменами, всегда переполнены. Интервью с нашими биатлонистками впереди, а пока о том, как сложилась гонка. Сразу скажем, режиссеры трансляции на сей раз уделяли внимание нашим биатлонисткам. Чего не скажешь о мужской индивидуалке. Начнем с фаворитов. Динара Олимпекова, номер 3 среди мировых спринтеров. Идеальная стрельба, но, как и в индивидуальной гонке, расклад меняет последний выстрел. Перед воскресным пассютом первый номер белорусской сборной оставляет себе позицию в топ-15. Гонку, оценю, не удовлетворительно. Не получилось разложиться по дистанции, не получилось отработать чисто на рубежах. Поэтому гонка максимально недовольна. Конечно, Олимпиада еще не закончена. И я думаю, что каждый из нас, и мальчишки, и девчонки настроены на борьбу до конца, до самой последней гонки. Гонки-преследования, несмотря на большой проигрыш лидеру, все возможно. До медалей не так-то много. И те погодные условия, которые прогнозируются на гонку-преследования, могут сыграть нам на руку. Соперники могут начать ошибаться, и этим можно воспользоваться. Даже Динара, она очень опытный боец и спортсменка. И такие вот гонки-преследования, контактные гонки у нее очень хорошо получаются. Анна Сола в спринтерском зачете Кубка мира на четвертой строчке, поэтому мало будет сказать, что на нее рассчитывали. Но на первом рубеже она допускает один промах, на стойке заезжает еще на три штрафных круга, тем самым портит себе картину перед гонкой-преследованием. Стартовый протокол на гонку-преследование закроет Ирина Лещенко, остановившись сегодня на 60-й позиции. Именно столько участников воскресного пассюта. Уже очевидно, старт пропустит Елена Кручинкина. А сегодня пьедестал поделили Ройселанд, Оберг и Вирер. Я не понимаю, что произошло. Не было ни ветра, ни каких-то других погодных условий, при которых можно было мазать. Сейчас было все идеально. Почему так случилось, я не понимаю. Пока из белорусских биатлонистов до медальной церемонии добрался Антон Смольский. Впереди у команды семь гонок, поэтому шансы увидеть наших на медальной площади есть. Кстати, процесс награждения отличается от летних игр. В отличие от летних олимпийских игр, где спортсмены получают свои медали сразу после соревнований, на зимних играх площадь медальных церемоний создана, чтобы дать спортсменам и большему количеству людей возможность лучше насладиться моментом славы. Команда, которая обеспечивает церемонию, работает в Джанзяхоу с 23 января. Это ежедневные репетиции, чтобы до мелочей отработать каждый шаг торжественного момента. Репетируют, конечно, без медалей, а сами награды хранят в специальных сейфах и достают их уже перед реальным награждением. Можно сказать, что я первый человек, который держит в руках олимпийские медали в зимних видах спорта в олимпийской зоне Джанзяхоу. Поэтому я очень горжусь своей работой. Пока большой вопрос, когда и увидят ли олимпийские медали российские фигуристы, выигравшие командное соревнование. А учитывая отношение к допинговой истории страны, скандал с каждым днем раскручивают все сильнее. Причем раскручивают западные журналисты. Это было хорошо видно на сегодняшней пресс-конференции представителя МОК, на которой, кажется, кроме ситуации с допингом, репортеров больше ничего не интересовало. Будет ли она допущена к катанию? Что мы будем делать с медалями? Кто получит награды? Если будут изменения на пьедестале, значит ли это, что церемония пройдет после олимпийских игр? Будет ли дисквалифицирована вся команда? Или баллы этой спортсменки будут высчитаны? Если вкратце, 8 февраля, через день после победных прокатов команды, в допинг-пробе Камилы Валиевой, которую взяли аж в декабре 2021 на чемпионате России, обнаружили триметазидин. После этого Валиева была временно отстранена от участия в Олимпиаде, запрещены даже тренировки. Но 15-летняя фигуристка оспорила это решение, и 9 февраля было объявлено об отмене временного отстранения. Спортсменка продолжает готовиться к выходу на олимпийский лед, но в ситуацию вмешался МОК, который собирается добиться отстранения Валиевой от Олимпиады. Дело теперь будет рассматривать. Выездная панель спортивного арбитражного суда с вопросом обещают определиться к 15 февраля, когда стартует женский турнир. Тем временем Валиева пока продолжает тренировки. Ольга Макея, Алексей Мартиненок, агентство теленовостей Китай, Пекин.